Привет, друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Кристина. Добро пожаловать! Поговорим в сегодняшнем ролике про бьюти-привычки, которые мне очень нравятся. Некоторые из них со мной очень давно, а некоторые вошли в мою жизнь недавно. Так что, если любите бьюти-ролики, и да, это не пустые баночки, не покупки косметики, как у меня обычно выходит на канале, начинаем внедрять новое, возвращать старое. Так что, сегодня о бьюти-привычках. Если интересно, то обязательно оставайтесь. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите ближе видеть меня еще больше, то ссылки будут в описании на мои социальные сети. Группа ВКонтакте и Телеграм-канал, где я делюсь своим мнением о фильмах, косметике, рассказываю свои какие-то обыденные вещи, интересные ситуации, раскрываю вам новые места, которые можно посетить в том или ином городе. В общем-то, там интересно. У меня уже был ролик на канале, где я вам рассказывала про уйму своих привычек, но что-то поменялось, что-то я убрала. Например, я перестала пить масло, потому что, ну, для меня это стало не актуальным. Лучше я буду принимать витамин омега-3 в БАДах, чем пить масло. Хоть привычка была классная, и от нее реально были положительные эмоции, положительные результаты, но трансформация человека происходит, я от некоторых отказалась, в общем-то, привычек. Первая привычка, о которой я вам расскажу, как бы два в одном. Это частое проветривание и увлажнение воздуха. Без этого абсолютно никак. Как я, наверное, уже последние пять лет всегда стараюсь держать в квартире открытые окна, будь то лето или зима. Зимой щелочка, конечно, чуть поменьше у форточки, а так практически нон-стоп у меня открыто окно ночью особенно. Перед сном я вообще открываю балкон зимой, чтобы проветрить очень сильно, нагнать холод в квартире и обязательно увлажнитель воздуха. Я себе также купила увлажнитель воздуха на работу, такую мини-компактную версию, но пока я от нее не заметила особо каких-то результатов, потому что помещение там огромное, а увлажнитель вот такой вот маленький. Работает он от розетки, от USB, имеет несколько подсветок, но самое главное, что я думаю, что от него есть польза. Пусть этот эффект плацебо останется у меня, возможно, что-то и действительно действует. А вот дома у меня стоит мощный увлажнитель, который мне нравится, он новый, свою каплю, которую я вам много раз показывала, я испортила и избавилась от нее. Больше не куплю с нижним заливом никогда себе увлажнитель, и это супер важно. Обращайте внимание, чтобы залив был верхним, потому что вода не всегда у нас качественная, хотя я всегда наливала фильтрованную только воду, либо воду из бутылки, и у меня все равно оставался налет. Все это осадком ложилось на дно и не вымывалось. Я столько способов разных попробовала, до конца не избавлялась. Да, были средства, которые реально убирали большую часть, но процентов 30 всегда было. Сейчас у меня верхний залив, и я не знаю никаких бед. Очень удобно, очень классно, покупала в ДНСе, выбирала, смотрела. Можно выбрать любой на свой вкус. Можно дорогущий, а можно такой, средней ценовой категории, тысячи три. Вот примерно в такой я и взяла. Еще классные такие агрегаты, как мощик воздуха, либо супер мощный увлажнитель, вы можете взять, который будет у вас увлажнять абсолютно всю квартиру. Если у вас квартира большая, или, например, свой дом, ну, естественно, несколько увлажнителей. Это супер важный, классный агрегат, который у меня работает и днем, и ночью, когда я нахожусь дома. И чтобы измерять увлажненность и температуру, у меня есть такое приспособление, как гигрометр. Он показывает увлажненность и температуру воздуха в помещении. Очень удобная вещь. Не все классные. Вот у меня, мне кажется, обманывает, потому что выше, чем 20+, совсем капельку процентов, никогда не показывала. Я думаю, что у меня целый день работают увлажнители. Минимум 40, по моим ощущениям, точно было. Закажу себе еще один и буду проверять. Но температуру показывает он верно. Следующий очень важный для меня шаг, который я делаю чаще всего утром, либо вечером перед сном, это использование массажного мячика. У меня это вот такая восьмерка, как будто бы два соединенных мячика в один. Очень удобная штука. Достаточно твердый. Я его покупала в детском отделе, потому что мне показалось, как бы специалисты не говорили, но в магазине для животных более мягкие шарики. Поэтому я взяла у нас в детском магазине Иришка вот такой вот. Совершенно случайно его увидела на входе. И такая, дай его возьму. Он очень твердый. Я его катаю в основном стопами по полу. И открыла для себя, прочитала где-то полезную статью, что можно таким мячиком делать массаж головы. То есть я беру от лба и до самого затылка прокатываю полностью по всей голове. И получается очень классный, расслабляющий эффект. Прорабатывается куча разных полезных точек. Поэтому очень вам рекомендую. Не только для стоп, но также можно и для рук прокатать все свое тело. Нравится мне прокатывать шею иногда. Но это надо делать очень аккуратно. Потому что шея это такая часть тела, с которой нужно быть супер внимательным и супер аккуратным. Даже массаж не всегда себе можно делать на этих зонах. Особенно если у вас какие-то отклонения есть в организме. В общем, мячики для массажа это просто вау. Не только детям, кстати, но и взрослым очень хорошо они заходят. Я лично купила для себя именно. Хоть и в детском магазине. И еще один важный здесь подпункт это коврик-аппликатор Кузнецова. У меня маленький вариант из магазина FixPrice. Выбрала себе такой нейтральной расцветки с белыми лотосами. Он достаточно для меня колюч. Но не у всех, наверное, такие ощущения, как у меня. Я люблю на нем лежать спиной и сидеть на стуле, а ноги ставить на него. Ходить по нему пока я не могу. Мне сложновато. Мне больно. У меня такой болевой порог, видимо, что пока нет возможности. Но я постепенно прорабатываю это. Встаю, бывает, на 3 минутки. Сажусь. Пока меня хватает совсем ненадолго. Поэтому гвозди это пока не мое, видимо. Начинаю с вот этого. Иногда, когда супер болит шея, усталость такая, как будто бы грустно шея, я могу еще шеей полежать. В основном каждый вечер кладу в кровать сразу после подушки и отдыхаю, лежу. Очень нравится. Примерно минут по 7-10, наверное, я использую этот аппликатор. Но если у вас есть дети, то отличное вложение в их здоровье и свое здоровье это будут ортоковрики. Их огромное количество разных можно найти на маркетплейсах или в детских магазинах. Я когда читаю полезные статьи, вот заметила, что часто ортоковрики там всплывают. Их можно вообще, в принципе, для себя купить. А потом это будет полезное вложение. Вы можете его отдать семье, у которых есть дети, или оставить для своих детей. Следующая полезная привычка это горячая вода по утрам натощак. Раньше я пила просто воду, еще я делала, по-моему, вакуум перед этим. Сейчас я убрала вакуум, потому что прочитала некоторые исследования, что он не особо помогает, не особо он взбадривает вашу ЖКТ. Поэтому я решила от этого отступить. И сейчас я пью горячую воду, которая очень хорошо прогоняет желчь в организме. Это самый простой способ разбудить свой организм, разбудить свой желчный и разбавить, в принципе, желчь. Желчь вообще очень важный элемент, который помогает работе вашего ЖКТ. Сейчас у нас такое современное общество, что очень много врачей начинают делиться очень полезной, интересной информацией. Поэтому, если видите какого-то классного врача, то обязательно подписывайтесь. Если он вам близок, то делитесь этой информацией, которую вы получаете от него с другими. Я думаю, что это будет очень полезно. Я подписана на медиков, врачей, ученых, которые все приводят не только в числах, но и в исследованиях. У них прям есть ссылки на официальные исследования, которые не куплены фармафирмами, а именно проводились на людях. И эти товарищи никогда не голословны. И я чаще всего применяю именно их методы в той или иной ситуации. В общем, рекомендую. Если интересно, я могу с вами поделиться блогами, которые я читаю в Телеграм, ВКонтакте, на Ютубе, что и кого смотрю, то обязательно пишите, снимем такой ролик. В общем, горячая вода по утрам это одна из моих самых любимых привычек. Кстати, мне она очень нравится. Не сильно кипяток, прям пью. Я пью где-то две трети горячей воды и одна третья. Это холодная вода. Разбавляет до комфортной для себя температуры, но это не комнатная, это горячее. В последнее время я очень люблю разные массажи, как вы поняли. И одной из привычек это является массаж лица. Раньше я активно использовала гуаша. Мне его, по-моему, подарили в прошлом или позапрошлом году на день рождения. Я его хотела. До этого я использовала ролик каменный постоянно из кварца. Но он у меня, когда уже пришел в негодность, у меня появился гуаша. Я им активно не кодела по алое-гелю. В основном, кстати, по нему. Либо по своему дневному крему, когда наносила его жирным слоем. Сейчас в FixPrice я увидела продают вот такие ролики, похожие на тот, что у меня был каменный. И я решила себе взять черный. Не знаю, разные там расцветки представлены или нет. Я увидела черный, мне его захотелось взять. Он каменный. У него, по-моему, и ручка каменная сделана. Он достаточно качественный. И массаж я делаю каждый день. Если я утром не успеваю перед работой, то обязательно делаю вечером. После того, как я сделала все процедуры по смыванию макияжа, очищению, увлажнению, по жирной маске или крему, или в крайнем случае алое гель. Я его, кстати, использовать стала чаще по утрам. Раньше по вечерам как-то чаще использовала, делала массаж. Сейчас я его использую по утрам. На вечер жирненький крем, потому что зима, кожу нужно восстанавливать. Особенно вот здесь у меня, как обычно, начало зимой обветриваться, шелушиться. Поэтому этот ролик я использую каждый день. И это моя одна из самых любимых привычек по вечерам особенно. Я не скажу, что я заметила какую-то подтяжку или что-то еще. Опять же, это все может быть эффект плацебо, мне что-то кажется, может быть, я что-то делаю не так, как диктует нам гуру моды, гуру красоты. Я делаю так, как чувствую, что мне нужно. И на шее, кстати. Я обязательно тоже делаю. Одна из полезных привычек наносить крем на шею. И потом я этим роликом начинаю работать сверху вниз. У меня техники как бы похожи на то, что выкладывают в основном в интернете. Это прорабатываем вокруг вот так, на носике от центра к периферии. То есть, все вот так вот у меня работает весь этот массаж. И здесь я вот так делаю сверху вниз. Растерла лицо, буду сидеть перед вами сейчас красным. Еще одна очень классная привычка, которая со мной уже 2 года, это скрабирование рук. Я вообще не рассматривала никогда эту процедуру как отдельную. Я как-то скрабировала в ванной все тело, а потом так же на ручки наносила. Но не полностью, прям прорабатывала, просто остаточки разносила. Но все изменилось, когда мне на день рождения в прошлом году, в 22-м, получается, не 23-м, позапрошлом, подарили набор по уходу за кожей рук от Кафе Мини. И там был скраб. Вообще весь набор был очень классный. Я его показывала вам в своем последнем видео с покупками. Ссылка на который будет в описании. И вот здесь последний разочек у меня. Наверное, я в феврале вам уже в пустых баночках покажу этот скраб. Я его берегу как зенец ока и делаю супер маленькими дозами. Очень приятная кремовая, такая плотноватая текстура с крупно-дисперсными частичками наношу на руки. И пока полностью кремовая составляющая не впитается в руки, я не останавливаюсь. Потом, когда крем впитался, я уже стряхиваю катушки. Руки невероятно мягкие потом. Зимой это очень актуально. У меня я делаю два раза в неделю в зимний период и в осенний, потому что это такие именно холодные времена. И я вообще любитель ходить без перчаток и без варшек, но я работаю над этой привычкой. Сейчас активно стала все-таки использовать эти атрибуты одежды. И на замену купила другой. В прошлом видео вам показывала. Он более мелкий, но он хороший. Если найду что-то подобное, обязательно возьму или вы знаете что-то классное, интересное, примерно такое же, то обязательно пишите. Это вообще привычка супер классная. То есть я скрабирую теперь не только отдельно стопы, кожу головы или тела, но еще и ручки, которые говорят мне, конечно же, за это спасибо. Если особенно после обветривания быстро восстанавливаются они после скраба и толстого слоя крема. Еще одна классная привычка, которая связана со здоровьем, это йога. Я стала уже в протяжении, наверное, трех месяцев без перерыва посещать йогу. У меня вообще было в планах, в целях моих ходить, вообще восстановить свои походы на йогу. Я начала это активно делать, по-моему, весной прошлого года. После отпуска в сентябре я перестала резко ходить и в декабре начала ходить снова или в январе. В общем, возобновила йогу. Сначала раз в неделю йогу в гамаках, а затем я начала ходить два раза в неделю и уверенно держусь. Хожу я у нас в фитнес-центр Крофит. Больше нигде не представлен этот вид тренировок, поэтому хожу только туда. И йога в гамаках мне нравится больше, обычно у нас ходила, тоже классно, но в гамаках мне нравится намного больше. И когда я чувствую, что мое тело хочет подрастянуться, я использую свой любимый розовый коврик и мы с ним идем на йогу. Я делаю либо комплекс с утра, либо комплекс с вечера. У меня есть скачанный комплекс от Ксении Кэлм. Я ссылку на ее видео и вообще, в принципе, на ее канал, так как она один из моих фаворитов уже довольно долго. Посмотрите, у нее очень уютно интересные ролики и в том числе полезны какие-то рекомендации. Также на телеграм у нее можно найти, поэтому и на телеграм оставлю. Так вот, мы с моим ковриком делаем йогу, потом тело моем неблагодарное. Это очень хорошая растяжка, расслабление, убираются зажимы в теле. Очень классно. И в том числе я обожаю йогу, потому что гамака, потому что при висении вниз у меня хорошо растягивается шея, а у меня шейный остеохондроз. И поэтому, когда я хожу на йогу, у меня вообще не болит шея, не болит голова. Когда начинает болеть и твердеть шея, все уходит в часть вот это вот на затылке. И поэтому вот я, когда висю вниз головой, там мы всегда висим вниз головой в позе летучей мышки где-то минут пять. Перед тем, как выйти в шавас, но обязательно всегда есть летучая мышка. Это мое самое любимое на тренировке, потому что у меня очень хорошо растягивается шея. Прям обожаю. Ну и последнее. Это такая не бьюти привычка, но очень полезненькая. Смотреть классные подкасты. Для себя, наверное, год как открыла канал сама Меньшова. Естественно, это известный, наверное, всем канал, но я его открыла для себя недавно, потому что я сижу как в каком-то вакууме и смотрю одних и тех же. Мало добавляя новых блогеров. Так вот, я ее открыла для себя в плане классных подкастов. Самопознание, которое называется. И с последнего мне очень понравился косметолог. Мне понравилась женщина мужицкая, которая коуч по загадыванию желаний, по избычи мечт и в этом роде все. Микробиолог мне понравился. Тут еще один меня очень зацепил, но я его интервью смотрела давно, но сохранила себе. В общем, оставлю вам тоже канал, посмотрите. Интересные, классные подкасты есть еще и у других врачей, у гинекологов, сексологов, у педиатров, неврологов, нейропсихологов. Очень тоже, кстати, на последнее время нравится тема нейропсихологов. Я просто скачиваю их ролики и когда иду, например, на работу, с работы или куда-то по своим делам бегаю, я в наушники включаю, здесь главное слушать. В основном здесь ничего не показывать, в этих роликах, просто как в форме интервью идет беседа, и я слушаю и получаю полезную информацию, которую применяю потом в своей жизни. Я думаю, что подкасты три в неделю я точно слушаю, смотрю разных, иногда специально их ищу, иногда это фильмы на BBC, но обязательно что-то связанное со здоровьем, саморазвитием, самопознанием. На сегодня это все. Я надеюсь, ролик был вам полезен и интересен. Если это так, не забудьте поддержать его пальцем вверх. Пишите в комментариях, что из всего этого откликнулось вам и какая у вас самая классная и полезная привычка в арсенале есть. Может быть, я ее тоже начну применять в своей жизни. С вами была Кристина. Хорошего вам настроения. До скорых встреч. Пока-пока.